МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Масштабное свято спорта у Гомели. Сегодня урочисто открыли лыжа-ройлерную трассу. Увековечивание памяти загинувших у годы Великой Айчинной войны солдаты и офицеров перепаховали в Светлогорском районе. Узнагороды лепшим у Гомельским областным управлением МНС ушановывали представников сродков массовой информации, якея на протягу года адлюстровывали работу ведомства. А зараза в гэты меньшим больше подробязна. Масштабное свято спорта у Гомели. Сегодня урочисто открыли лыжа-ройлерную трассу. И она размещена на пляцовце помеж улицей Луховой и Веслярным каналом у Новобеллицы. Новую трассу поспели оценить як зорки биатлона, так и починающие спортсмены. Одразу после церемонии открытия распочался первый этап Кубка Белорусской Федерации Биатлона. Учим уникальность нового объекта и каким чином он посприяет развитию спорта в регионе, доведался Дмитрий Котау. Лыжа-роллерная трасса отрымалася на славу. Такий вердикт выносит те, кто поспел провести тут тренировочный заезд. Сирот тестировщиков и легенды биатлона. На пяре до дня они проводили майстер-класс для починающих спортсменов и поспели оценить усе пяроваги новой трассы. Комплекс шикарный. Тем более комплекс строился для детей, для развития биатлона в Гомель. Это просто уникальный комплекс, который построили за два месяца. Протяглась трасса один километр, ширина 4 метры. Размешанная она на березе Веслерного канала. Биатлонный комплекс уключает так само стрельбище на 24 мишени, обстрелеванное специальными экранами для беспеки. Две горки вышиней до 5 метров и трибуны, различные на 500 глядачов. По периметру трассы устрелеваны виды назирания и осветления. Выником засталися усе задоволены. Конечно, замечательный комплекс получился. Я хотел бы сказать большое спасибо и властям области, властям города, а также строителям за то, что сделали такой замечательный подарок детям, биатлонистам. Я хочу сказать, что здесь не только биатлон будет пользоваться этой трассой, потому что это действительно замечательно. И для грибцов велотренировку сделать. Но, конечно, основной это биатлон. То, что разработано такое стрельбище, замечательно. Я думаю, что этот опыт будем брать и в остальной республике. На церемонии открытия старшиня Гомельского облвыконкама Геннадь Соловей отзначил, вельми приемно, что заявление трассы супало с принятием указа президента, сгодно якому школьники и выхованцы спортивных школ на подобных объектах смогут займаться бесплатно. В регионе, до речи, зараз два отделения биатлона – Ужлобине и Гомеле. Коли у городе Металлурга у лыжероллерной трассы ранее ясновало, то областный центр был практически обделенный инфраструктурой. И тому заявление подобного комплекса повинно у значной ступени поплывать на развитие биатлона. Так само трасса не будет зачинена и для звычайных аматоров спорту. И она будет працевать для наведывальников с 8 до 22 годин. Усю обсталевание можно будет взять на прокат. Комплекс находится в центре города. Аналогов комплекса нету именно в данном ключе. Потому что обычно все такого рода объекты строятся далеко за городом. И здесь, благодаря тем изменениям, которые в законодательстве произошли, позволили проектантам и строителям возвести этот замечательный объект здесь, в центре города Гомеля, что своеобразно будет, мне кажется, складываться, в том числе и на его заполнении и эффективном использовании. Только завершилась церемония открытия, как подшелась подрыхтовка до офицейных стартов. Приблизно про сгодину распочался первый этап Кубка Белорусской Федерации Биатлона. И он собрал спортсменов из всей страны. Усяго около 150 удельников. Вызначать переморцев будут на протягу двух дней. Выники подведут завтра. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Надбор ей не сприяло, але зерни будет больше. Такими прогнозами на селетний ураджай поделился старшиня Гомельского облаканка Магинаць Соловей. Губернатор принял удел во ушановывание экипажа у тысячников на сельгазпродприемстве «Новая Нива» Лельчицкого района. Об сельско-господарчих планах и умовах працы агрария у сюжет Марины Джалой. Высокий выник на рахунку экипажа Сергея Лося и Степана Лознюка, Игоря Заразаки и Анатолия Казаченки. Водителями-тысячниками стали Артем Фитцнер, Валерий Саученко и Андрей Куцов. Не первый год на комбайне. Всегда так вроде нормально работаем в лидерах постоянно. Но первый год, что набрали тысячу. В этом году у нас погодные условия такие хорошие повлияли. Зерно налилось. В моем лидерстве весь коллектив принимает участие. Я же без... ну, они набирают, молотят, я перевожу. Каб завершить жниво у Лельшицком районе, потребный еще тыдень. Тут уже намолотили свыше 16 тысяч тонн сбожжа. Это перевышает летошний выник. Усяго на палетках района плануют собрать сбожжа на треть больше, чем у 2018. Уроджайность шакается на 7 центнеров с гектара больше. Не взирая на погодные условия, коллективы механизаторов, водителей в этом году подобраны достойные. Хочу их поблагодарить за эту работу, за трудолюбие, за ту работу, которую они сегодня проводят. И каждодневный кропотливый труд. Усяго у господарка Гомельшины 34 экипажа намолотили свыше тысячи тонн зерня. И два – больше две тысячи. Перевезли свыше тысячи тонн больше к 90 водителям. Свыше 70% площадь, отведенных под зерни, в регионе уже убрали. Намолот склав амаль 540 тысяч тонн сбожжа. Летость у такую пару было на 100 тысяч меньше. Позиция Гомельского госполкома и профсоюзных организаций направлена в том, чтобы не входить мимо людей, которые сегодня не посвяты заняты в производстве. Потому что они вносят весомый вклад в наш каравай. Не только в хлеборобном деле, но и в других направлениях, которые необходимы. Сегодня, чествуя наших тружеников, механизаторов, комбайнеров, водителей, мы в первую очередь выражаем слова благодарности за их труд. Труд, который сегодня необходим для того, чтобы собрать урожай, тот, который выражен на Гомельской земле. Да, есть определенные проблемы у нас, которые мы сегодня имеем в области производства зерна. Да, мы выходим на уровень больше уровня прошлого года. Будем иметь в этом определенные показатели и определенные выше производственные показатели, и тоже и валом сборы. Поэтому задача, которая стоит на следующий год, конечно, нарастить. И позиция сегодня у госполкома – это совершенствование системы земледелия, совершенствование системы севоборота. Это уже вопросы рассмотрены, и на сегодняшний день они требуют реализации. Люди у нас есть, потенциал у нас имеется, поэтому нужно просто его реализовать. Серьезные сподевания на кукурузу. Лизно уже смелые разлики в умовах, изменливого настроя на дворе, робить рызыково. Разом с тем, селета отрымалася повеличить площадь, отведенная под эту культуру – 100 тысяч гектаров, супер 60 леташних. При исприяльных умовах с этой территории можно будет отрымать коля полмиллиона тонн зерня. Марина Джала, Валерий Гапанько, Злельшицкого района. Овековечивание памяти загинувших воинов Червоной армии, які поклали життя на алтар Айчинны – найважнейшая задача нашей державы. Загинувших у годы Великой Айчинной войны солдаты и офицеров урочисто перапаховали у Светлогорским районе. Братскую могилу выявили неподалеку от райцентра в Густым лесе. У 43-м там знаходился медсанбат, куда привозили тяжко пораненых бойцов с передовой. Ховали, как прызется. Останки отдали земле неподалеку от везки Великий Бор. Тут установлены мемориалу память об загинувших у годы войны. Новое место с подшинку сдобыли 78 человек. Старый список помог установить их имены. Проводили воинов с ушинованнями, залпы у поветра, рота гоноровой варты, кветки и вянки от мясцовых жихаров. Завершился жалобный митинг поминальным молебном. По историческим справкам было сопоставлено место. Поиски были достаточно широкие. Ошибка по старым документам составляла около 500 метров. Но это поисковому батальону, так скажем, с добровольным обществом, никуда не забудем, не помешало найти точное место и произвести, так скажем, раскопки. Про 74-е годы после закончения боевых деяний на полях битва у Великой Айчины. Проблема по шуку, установление лесов и деля, ушанование памяти по раннейшему актуальная. Тысячи солдат до этого часа лечатся в списках вниклих безвесток. Праца с неулеченными воинскими захованнями протягивается. И в этом великая заслуга простых грамадян, яким необыяково наше минулое. Гандльова промысловая палата Гомельской области – самая активная среди других регионов. В громадско-культурном центре пройшел сход, на яким представились правоздачу объединенности. Такие встречи проводятся разу три годы, тому огученная информация отрималась объемной и грунтовной. Наши корреспонденты с подробностями. Сход – важная подея, которая ладится на передании 11-го съезда Белорусской гандльово-промысловой палаты. И он пройдет к остричнику. Подвести выники работы за последние три годы, значит, заразуметь и окрухаться далей. Проанализовать, какие напрямки будут больше эффективными и пленными. Зараз региональное отделение «Майя-Амаль-150» погоднение об супрацовнестве с гандльово-промысловыми палатами и бизнес-ассоциациями 30-ти краин света. Очень важно услышать от конкретных субъектов хозяйственных, от тех людей, которые, возможно, не попадут непосредственно на съезд, потому что это участие делегированное, то есть будут конкретные делегаты от определенных групп хозяйственных субъектов. Но сегодня есть возможность действительно сверить часы, уточнить, каким курсом мы идем, правильно мы развиваемся, и достаточно ли мы предпринимаем усилий для того, чтобы достичь эффективного результаты. Умовы рынка у света меняются вельми худко. Поспевать за изменами, быть актуальными и запотребованными складано, але это тримая в тонусе. Основный импортер товара в Беларуси по раннейшему Россия, але и тут есть махчимости для поширения рынка в сбыту. У приватности активизовать продаж за Урал. По Кульжа, сирот стратегичных партнеров Казахстан, больше уполненные десупрацовництва с Молдовой, освоиваются рынки Хорватии и Индии. Три основных направления мы сейчас реализуем. В принципе, как и вся Белорусская торгово-промышленная палата, сертификация, которая является нашей монопольной услугой, оценка с экспертизой, не связанная с сертификацией, и внешнеэкономическая деятельность. В принципе, все три направления у нас в этой трехлетке, за которую будем отчитываться, прошли очень динамично. Все сохранили свою позитивную, положительную динамику роста, что нас радует. И в этом году, тоже начиная очередной наш трехлетний этап, мы начинаем тоже с хорошей динамикой, везде прирастая. Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты объеднуло из выше 360 ведущих предприемств и организаций региона, представников буйного, среднего и малого бизнеса, которые вырабляют больше 80% промысловой продукции региона. Серот членов палаты – Беларусьнафта, БМЗ, Мазырский нафтоперопрацовщий завод, Гомсельмаш и многие иншие валаутворальные в творчестве. Марина Джалая, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». И они формируют простору. Завтра в Беларуси означать День Будовника. На переддне профессийного свята у Гомеля отбылся урочистый сход. Такие мероприемства – это в первую очередь приемные встречи. Особенно для тех, кто отправился на заслуженный отпочинок. Людям, которые 10 лет работали поруч, за все, где есть, об чем поговорить. И не только вспомнить былое, а и поделиться поглядами на работу своих сучасных коллег. Тые, до речи, традиции попередников помножают и выполняют поставленные передголиной задачи. Это профессия сложная, трудная. Если ей отдаваться от начала и до конца, то и результат будешь видеть. Мы сегодня, каждый из нас по городу идя, может спокойно на одной улице назвать десяток объектов, у которых участвовало строительство. Не говоря об районных центрах за пределами республики Беларусь, мы много строили. Мы ввели очень важные и ожидаемые объекты. Построена лыжеролинная трасса, она начинает в субботу свою работу принимать участников чемпионата. Многие объекты Петриковской зоны, которые тоже очень важны, инфраструктура развита под то жилье, которое строится в этом регионе. Выполнено задание по воду жилых помещений полугодовое. Ну, я думаю, что год мы тоже выдержим. Сосыны гучают шматлики о веншаванне. Лепших супрацовников Галинны узнагародживают подяками и гоноровыми грамотами. Шесть человек отримали нагрудные знаки за заслуги у будовництвия. Во Управлении внутренних справ Гомельского облаконкама подвяли выники мероприемства по профилактицихатнего насилля. У рамках акции «Быт» правоохонники завитали до особ, які состоять на улику. Увага отрималася хапить сотни семьи, где уже одной, че, здаралася беда. У некоторых домах милиционеры – частые гости. На тревожные выклики проезжают что месяц. По статистице, у роли хатних тыранов выступают мужчины во взросле от 30 до 45 годов, беспрационные аматоры алкоголю. У рамках профилактики с такими провели гутерку. Выступили правоохонники и у прационных коллективах. А кроме того, проводились выездные судовые посяжения по разгляде криминальных справ и об администрационных правопорушениях. На их так само выносились накирование особо у лечебно-прационных профилакторий. Как положительный итог проведения профилактических мероприятий стоит отметить, что за указанный период на территории Гомельской области не зафиксировано фактов совершения тяжких телесных повреждений либо убийств в отношении членов семьи. Кроме того, количество поступивших в органы внутренних дел сообщений о семейных конфликтах уменьшилось в среднем на 15%. За указанный период в отношении семейных скандалистов возбуждено 9 уголовных дел за совершение преступлений с превентивным составом. Это угроза убийствам, либо истязания, а также причинение легкого телесного повреждения. За пять дней проведения специального комплексного мероприемства «Быт» правоохолникам удалось наведаться в гости без выклику до 500 граждан. У Гомельским областным управлением МНС узнагородили представников сродков массовой информации, которые на протяжении года администрировали работу ведомства. Улику лепших и корреспонденты телерадио-компании «Гомель». Передурочистой часткой запрошенных провели у Центра оперативного управления. На двор есть ситуация на дорогах, обстановка в регионе. Тут сконцентрована вся необходимая информация для контроля и оперативного реагования. Сюда накировывается каждый зворот до спецслужбы из всех кутков региона. Представники сродков массовой информации знайшли у гэты могульные рисы со своими отделами новинов, где так само ведают цену оперативности. Церемонию узнагороджения провели в конференц-зале управления. Подяки за неоценный укладу деятельность по формированию культуры, безопасности насильства и администрированию работы ведомства отримали коллективы отделов новинов и радио «Гомель-ФМ» и «Гомель-Плюс», телерадио-компании «Гомель». А так само информации на правовой передаче де-факто. Хотелось бы поблагодарить представителей СМИ за тесное сотрудничество не только по оперативной деятельности освещения в СМИ деятельности МЧС, но также и профилактического направления. Ведь на самом деле не просто нужно ликвидировать беду, либо чрезвычайную ситуацию, но ее же можно предотвратить. Поэтому именно работа средств массовой информации совместно с МЧС и дает свои плоды. Лето – это маленькое житё. В Центральной городской библиотеке «Цимя Герцена» открыли выставу фотографий Ирыны Карпенко. В экспозиции представлено 25 работ, главные герои, которых – дети. Ирына Карпенко у Сурьоз занялась фотографией 5 лет тому. Детинство – одна скрыниц натхнения. По словах фотографа, особенностью, а разом с теми складанностью фотографования маленьких непосед з'является то, что детям текавейший сам процесс вздымки, чем выник. Но при этом иные самые выдатные модели. Дети натурально ведут себе перед камерой, что в вынику приводит доширых и запоминальных вздымков. Переканаться этим можно на выставе «Лето Гэта». До речи, экспонуется и она в рамках эксклюзивного проекта Центральной библиотеки «Выставочная простора молодым». Дитячую пляцовку створили же хары дома по улице Крупской у Гомели. Мамы скайперовалися и организовали спортивный комплекс для детей. Батьки его усталевали. Семейное место отпочинку наведала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Когда дома на улице Крупской, 108 Д, еще месяц тому была пустка. Ближайший спорткомплекс – про здоровье. Отпускать детей туда батьки остерогались. Молодая мать Алина Манит пропоновала суседям организовать пляцовку, где дети могли бы беспечно гулять. Мамочками, родителями собирались, обсуждали этот вопрос. И вот только сейчас воплотили все в реальность. Определились с комплексом, который бы был интересен деткам постарше, деткам маленького возраста. Не успели мы сложить инструменты, как нашу площадку облюбовала детвора. И сейчас с утра до позднего вечера у нас детский смех под окнами, веселье, радость. Счастливы детки, счастливы родители. Ну, в общем, все получилось, мы рады, нас объединила детская площадка. Алина створила группу социальной сети и начался сбор грошей. Скидывались кто, кольки мог. Необходная сумма от 2000 собралась, а вельми худко. До сбора сродков долучились и жахары соседних домов. Теперь на этой беспечной пляцовце за все дышмат детей. За ними, до речи, батьки могут приглядать прямо с окна у квартиры. Теперь очень хорошо стало. Детям не нужно никуда далеко ходить. Все на виду. В доме есть камера, которая следит за площадкой. Всегда можно в любое время открыть приложение и посмотреть, что там творится и где находится ваш ребенок. Все под контролем, как бы. Все практично и хорошо. Мне нравится больше всех желтая игровка. И мне тоже. А почему? Потому что она классная. Но я хотел еще выше этот домик, где там можно по лестнице залазить. Хотел еще выше. И игровка еще выше была. Мне нравится кататься на этих качелях. Мне больше всего нравится кататься с горки, потому что она мощная, большая. И очень нравится кататься на качеле, потому что она тоже очень интересная. С установкой пляцовки проблем не возникло. Папы залили бетоном основу и поклали штучное покрытие. Однако побольше спорткомплексам есть погорок, який обсыпается. Жахары дома сподзяются, что администрация чагуночного района да поможет усталивать бетонные опоры. Это один из ярких примеров, произошедших в нашем районе, который говорит о единстве духа железнодорожного района. Но эти маленькие моменты, о которых речь идет практически о подпорной стене, администрация, конечно, возьмет на себя. И мы в комплексе коллегиально решим эту проблему. Зараз организованы особный развлековый рахунок, куда все, ожидающие да помахче развитию детячей пляцовки, могут перелечить сродки. У планах Жахарова зеленить территорию для дома и усталивать льтанку, где дети смогли бы малевать, а увы, под кудажу – сховаться. Набравится наша площадка! Вероника Гамзюкова, Валерия Гапанько, телерадио «Гомель». Это и так самое иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.twergomel.by. На этом выпуск завершен. Удалых вам выходных днен и до новых встреч в эфире.